Друзья, инвесторы, все, кто интересуется, что происходит, какие новые проекты, что происходит с проектами, которые уже запущены в экосистеме АмерКапитал, я вас приветствую. По клиентскому сервису. Всего было обработано 13 633 сообщения. Средняя скорость ответа в чате 0,54. Как видите, ребята отвечают в течение минуты. Этот показатель не меняется уже в течение нескольких месяцев. Это очень здорово. За январь, несмотря на то, что уже достаточно такой сонный месяц, как я и сказала, более 230 человек, тем не менее, добавляются к нам в соцсети. Мы не используем рекламу, то есть это абсолютно живой целевой трафик, люди, которые приходят к нам сами. Вот, возможно, по вашим рекомендациям. Поэтому не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться. Это действительно важно. Чем больше наше сообщество, тем интереснее. В январе мы многое готовили к предстоящему февралю, но все же какие-то активности у нас тоже прошли. Итак, мы пригласили вас на 4 voice-чата. По субботам в 16.00 мы проводим такие голосовые, познавательно-развивающие мероприятия. И протестировали новый формат практикума. Я напомню, что в январе замечательная Кристиана Белли рассказала нам с вами, провела аж два мастер-класса, чтобы по времени каждому было удобно присоединиться. Как работать с видео, как монтировать. Научила нас скачать правильные приложения. Теперь мы все абсолютно точно вооружены информацией. Финансовые игры «Правила богатства» планируем проводить. Конечно, к 23 февраля онлайн-нетворкинг на мужскую тему с брутальными спикерами. Мы сейчас очень детально планируем, чтобы пригласить вас в онлайне, и было интересно. Ну и будем продолжать знакомиться с вами. На февраль хочется в Dream Team видеть самых активных членов сообщества Solar Space. Вас и с вами ближе знакомиться. И завершая свой спич сегодня, я хочу сказать ура. Ура мы сейчас не только в Telegram, но и в Instagram. Прямо сейчас вы можете присоединиться. Если смотрите с компьютером, наводите камеру. У нас появился канал в Instagram про Solar Space, и там много полезной информации. У нас было задействовано более 10 городов. Участников было у нас человек 200. Обычно у нас, конечно, бывает намного больше людей, но январские праздники все-таки сказались, и это мы задействовали более 200 человек. И я считаю, что это очень круто, потому что люди, несмотря на праздники, все равно продолжают совершенствовать себя и улучшать какие-то свои моменты, где они хотят развиваться. У нас количество ведущих по городам постоянно растет. Также обращаясь к тем ребятам, кто ведет финансовые игры, вы можете написать мне. Мы всегда рады сотрудничеству. Наша миссия всего проекта «Правила богатства» – это расширение географии по разных городам, странам и расширение мышления в сфере финансовой грамотности. Мы выросли почти на 1%. Наше сообщество постоянно увеличивается. Я думаю, что 2023 год будет такой вот, скажем, год роста, и у каждого из вас есть возможность в этом поучаствовать. Для этого, повторюсь, мы запускаем две образовательные программы. У нас запускается в феврале месяце четвертый поток «Сателлит-2.0». Тот, кто из вас участвует в «Санрайз-программе», есть отличная возможность подключиться к четвертому потоку «Сателлит-2.0» и уже через месяц сделать свою новую версию и начать строить свою большую команду, как это делают многие из нас, мы, в частности, амбассадоры, и выйти на тот уровень, который вы желаете. В январе мы провели акцию «Приведи друга», и по этой акции у нас участвуют два участника, которые бесплатно получили обучение, они присоединяются уже в будущий, вот тот поток, который начинается. Также мы провели прямой эфир «Как изменилась жизнь» после прохождения курса NLP, и в ближайшее время мы огласим новую дату, которую мы запустим этот курс. Да, и в феврале мы запускаем, как я уже сказал, первый модуль по финансовой инвестиционной грамотности, стартует параллельно поток «Сателлит-2.0», и мы запускаем образовательную платформу. Ребята, кто из вас находится в «Санрайз-программе», тот, кто намерен строить карьерную лестницу и шагать по карьерной лестнице, большая рекомендация подключаться к образовательным программам уже сейчас, так как после образовательной платформы будет запущена система тестирования, и тот, кто не пройдет по тестам, к сожалению, будет находиться на том же уровне по «Санрайз-программе», и, возможно, следующий тест будет доступен только через месяц. В проекте «Санимэн» у нас годовых участников – это те люди, которые сейчас проходят обучение 767, 448 участников успешно получили зачет и уже получили возврат инвестиций в себя, и, собственно говоря, эта общая сумма у нас приблизилась, привалила-таки за 200 тысяч, эквивалент 200 тысяч долларов. На сегодняшний день в «Санимэн 3.0» – это люди, которые проходят обучение с сентября месяца, 313 человек. Общий итог годовых программ у нас за все время существования проекта больше тысячи участников, более точная цифра на сегодня – 1080 участников, которые проходят обучение, прошли или проходят обучение. Проект «Тысяча богачей» – это проект, который объединяет в себе инвесторов, имеющих большой инвестиционный портфель в фонде «Амеркапитал» в экосистеме. «Амеркапитал» давайте подчеркнем, потому что у нас уже очень-очень много проектов, проекты имеют свои токены, и, соответственно, это все может находиться в вашем портфеле. И этот портфель, когда вы набираете определенные показатели, в частности, для кандидатов в клуб – это показатели от статуса «Shine» и «50 тысяч АВТ», и для резидентов – требования «100 тысяч АВТ» и статус «Сан». Но это требования, которые начальные, которые, соответственно, вы должны соответствовать для того, чтобы иметь возможность подать анкету. И подать анкету в клуб можно, подать анкету в клуб можно на сайте club1000rich.com. Пустили инвестиционное предложение «Абали». Мне кажется, оно новое, я о нем чуть попозже еще расскажу. А вот планы на февраль тоже тезисно. Так это перевести всех покупателей токенов на платформу и вот собрать от вас обратную связь, насколько понятно, просто. Недавно мы провели вебинар в Телеграме. Платформа вообще крутая, платформа – это бест, очень крутая. Да, и наши клиенты дали нам столько идей классных, поэтому, заведя вас в получить обратную связь, я уверен, что наш замыленный глаз уже такой, плавающий. Нам нужен свежий взгляд на кнопки, на юзик-стори и так далее. Далее – это запустим первые продажи курсов релков внутри фонда. Мы уже упаковали фактически УТП и готовы его озвучить. Нам нужно свистать лендинг и позвать предложение. Следом, взять в команду маркетолога. Собеседуем уже пятого маркетолога, который готов выступить с нами и в рамках платформы, и в рамках онлайн-образования, и в рамках инвестиционных предложений. Пока ищем этого индивидуума. Есть несколько кандидатов, но за февраль мы обязаны уже его взять и лететь на рынок. Мы выложили три минуты от обучения, просто взяли три разных кусочка и выложили ТикТок, как демонстрация того, что будет происходить на обучении. В итоге у нас за четыре дня 428 тысяч просмотров набрали. Это где-то больше 10 тысяч подписок уже в ТикТоке, 38 тысяч лайков и больше 11 тысяч сохранений в избранной. Это с учетом того, что в России ТикТок не работает. То есть это получается вообще странно из СНГ просто. Если бы Россия работала, я думаю, там было бы вообще мощно. Конечно же, эти ролики будут переведены на английский язык, они уже переводятся, и все это будет распространяться еще быстрее, я думаю. В февраль, исходя из стратегии компании, основной упор будет вестись на токен. То есть мы сейчас обучаем первый поток в феврале. Также мы будем, параллельно обучая первый поток, именно основной упор делать именно на саму токеномику, на сам токен. Поэтому в феврале ждите очень много информации про токен. Это такое, наверное, основное, то, что будет происходить в феврале, это именно работа по токену. Сейчас мы достигли отметки 385 тысяч скачиваний. На феврале уже держу пальчики, что мы переплюнем, должны переплюнуть отметку 400 тысяч скачиваний в App Store, Google Play. А за январь в том числе нас скачало больше 14 тысяч человек. Это абсолютно органически, без рекламы. В январе мы выросли за счет того, что я рассказывала, что мы сейчас перешли на новую модель монетизации. Мы ушли от модели с рекламой. Мы сейчас оставляем только подписку и дополнительные продажи в будущем. За счет этого действия у нас увеличилась аудитория активных пользователей на 5 тысяч человек. И сейчас это стабильно в течение 30 дней. Почти 30 тысяч человек каждый день пользуются листом. Это классный результат. И получается, наши действия дали вот эти вот хорошие результаты. Идем дальше по тому же решению. Среднедневное время, сколько наши пользователи пользуются приложением? 8 минут. Это стабильное время. Оно уже который год. Который год такой же. Я думаю, что с вводом вот этого вот полезного материала, гиммификации с токенами, это время будет расти. Нами пользуются люди со всех стран мира. Листы представлены на 37 языках. Можете пользоваться на любом. И ниже представлены топ-10 стран по скачиваниям в январе. Здесь хочу отметить большой плюс. То, что в первых рядах стоят страны, не СНГ. Разрабатывается P2P для приложения Amir Wallet. Наша вкладка периодически обновляется. Поэтому заходите, смотрите. И также сейчас готовится дизайн страницы Proof of Reserve для сайта Amir Wallet. Чуть позже Марат Амир еще раз вам про это расскажет. Что это и зачем. Страница уже на стадии финальных доработок. И скоро все ее смогут увидеть. Также разработан лендинг для Клуба Тысяча Богачей. Разрабатывается лендинг под новый вебинар. Который будет от Антона Дивейко чуть позже. И также дорабатывается наш сайт Экосистемы. Да, он очень масштабный. Поэтому мы затягиваем немножко сроки по его публикации. Но тот результат, который вы увидите, он будет достоин этого ожидания. Поэтому мы работаем. Это будет очень классный, очень красивый, очень информативный сайт, на котором ребята постараются отразить именно масштабность всей нашей Экосистемы. Чтобы у каждого человека, который первый раз туда попадает, вот это вот было считано сразу на интуитивном уровне. Количество просмотров страниц и приложения выросло на 21%. И это за январь, где первая неделя января после Нового года не является, скажем так, бизнес-активностью большой. И все равно, друзья, за январь наши просмотры страницы выросли на 21%. Коэффициент конверсии за январь 40%. Сеансы на одно активное устройство выросли на 3% по сравнению с предыдущим периодом. Средняя оценка приложения в Google Play и App Store 4,5 балла, друзья. Опять же, я хочу сделать на этом акцент. Друзья, оценивайте наше приложение. Мы действительно стараемся. Действительно проводится гигантская работа многих департаментов. У нас не только созданы чаты с амбассадорами, которые вносят свои профессиональные и достаточно объективные предложения по поводу работы кошелька. У нас еще и DAO – децентрализованная автономная организация, где большое количество членов, управляющих совета, правления вносят свои предложения. За январь также сумели снизить на некоторые позиции, точнее даже на многие, цены. Особенно на гаджеты Apple. Мы настроили, соответственно, начисление кэшбэка автоматическое, поправили баги, в частности, с некорректным отображением USDT, при обмене, в смысле, с USDT на SGC. Что мы хотим сделать за февраль, то есть наши планы на февраль? Конечно же, глобально это работа с IT-командой. Сейчас как бы IT в приоритете, то есть совершенствование приложений, чтобы все пользовались, радовались, с удовольствием. Вот, значит, соответственно, новые позиции и поставщики. Соответственно, ну, понятное дело. Всегда расширяем, добавляем. Планируем также добавить подбор авто из Европы под ключ. Готовимся к лимитированным выводам. Ну, по срокам, я видел в чате там очень много вопросов, когда выводы, когда выводы. Ребят, ну, по срокам точно сказать сложно. Единственное, ну, опять же, призываю, так скажем, пониманию того, что в первую очередь мы сами заинтересованы в том, чтобы открыть выводы. Кто был на презентации Амерфинанса, я показывал, да, там пессимистичный вариант, средний вариант, оптимистичный вариант. И на этих цифрах вы тоже можете у амбассадоров запросить презентацию Амерфинанса. И там можете потыкать, опять же, под чутким руководством амбассадора, потыкать некоторые циферки, покрутить и увидеть, что даже при среднем варианте, это 60 тысяч инвесторов, на сегодняшний день у нас 75 тысяч инвесторов, а при среднем варианте у нас останется 60 тысяч инвесторов. То есть мы готовимся также к тестированию, вот сегодня на вебинаре присутствуют инвесторы от статуса Ray и выше, даже это не инвесторы, это вы инвест-партнеры, да, там, то есть это, ну, статус, ну, чуть выше, чуть больше, чем просто инвестор, то есть вы обладаете определенной квалификацией, информацией, которые, ну, дают больше понимания, да, там, в происходящих процессах. И, соответственно, вот, глядя на отзывы, да, там, или то, что в чате пишут, это больше наша недоработка в плане того, что люди, там, берут кредиты, и продают квартиры, и инвестируют в Амеркеттл, да, то есть, ну, инвестируют, там, 100 долларов, к примеру, инвестировали, и, там, полгодика наблюдали, увидели хорошую доходность и решили пойти в Абанк. Набрали кредитов, набрали этот, ну, и инвестиции – это всегда, ну, есть определенный риск и так далее. И, как, ну, по закону бутерброда, обычно это происходит тогда, когда именно ты инвестировал и инвестировал на всю котлету кредитные, и еще там все, что можно было продать, продал, и думал, за полгода сейчас капусту подыму и, там, решу все свои проблемы, да, там. Чтобы вот такого впредь с нами не происходило, мы вводим вот эту систему тестирования. То есть, соответственно, если ты не сдашь определенные, ну, то есть, не ответишь на определенные вопросы, ты не можешь инвестировать вот эти кредитные деньги или, там, например, продать квартиру. Понятно, ваши вышестоящие инвест-партнеры, они, там, ну, хотят больше заработать именно с точки зрения по Sunrise программе трудового дохода. Они говорят, да, конечно, давай, там, продавай, бери кредиты, может быть, вы сами пришли к такому мнению. И, соответственно, вы, там, поверили своему инвест-партнеру, сильно вглубь не изучали ничего, да, и в итоге компания виновата, да, там. И вот, чтобы избежать впредь вот таких ошибок, мы вводим это тестирование. То есть, если вы не сдадите тест, то мы не откроем вам счет. То есть, например, вы положили 100 долларов и хотите увеличить теперь до 10 тысяч. И система попросит сначала сдать тест, потом вам откроет возможность открыть счет, там, на более крупную сумму. И в этом тесте как раз и будут вопросы на знание договора оферты, на знание, ну, инвестиционные и финансовые, да, там, и так далее, и так далее. То есть, вам придется прочитать все договора, да, там, и если после этого, уже обладая вот этими всеми знаниями, вы все-таки решите открыть счет, то добро пожаловать. И то же самое, это не только связано с инвестициями, то же самое с инвест-партнерами. Даже вот, ну, там есть второго, третьего, четвертого поколения инвест-партнеры, которые, ну, вот, я рассказываю там иногда, вот представьте, вы дочку вы даете замуж. Какие слова и какие аргументы вы будете приводить, там, потенциальному жениху, да, там, и видя, что очень многие инвесторы, инвест-партнеры очень потребительски относились, да, там, то есть я понимаю, какая риторика шла от инвест-партнеров, ну, там, потенциальным инвест-партнерам или потенциальным инвесторам. И, соответственно, чтобы вывести это на уровень правды, многие амбассадоры и инвест-партнеры могут подтвердить, когда они, ну, скажем так, приглашали инвесторов инвестировать и сами не могли, там, ну, скажем, закрыть сделку, они приглашали меня. Вот я лично Марата знаю, вот он сейчас сам все расскажет и сам все сделает. И после того, как я начинал говорить, эти инвесторы отказывались инвестировать. И после этого амбассадоры, там, инвест-партнеры перестали меня приглашать на встречу, потому что они, ну, слишком сладко все преподносили, а я говорил правду. И после этого, ну, соответственно, человек, ну, я не готов рисковать, я не готов вот так вот, да, там, и, соответственно, там, отказывались инвестировать. Ну, и, соответственно, инвест-партнер или амбассадор терял какие-то свои проценты и после этого переставал приглашать меня, там, но, там, как-то издалека, показывая, там, фотографию в обнимку со мной или там это, они продолжали это все делать. То есть вот тестирование, оно именно направлено на то, чтобы конечный клиент, так скажем, да, инвестор, инвест-партнер, ну, реально видел картину. И, соответственно, мы предполагаем, что из 75 тысяч человек, которые реально увидят картину с точки зрения, ну, скажем, осознанного инвестора, ну, должны взять, ну, условно, на себя вот эту ответственность, да, и готов он рискнуть или не готов, да, там. И мы предполагаем, что вот 15 тысяч инвесторов уйдут, скажут, я не готов, а 60 тысяч инвесторов – это в среднем варианте. И, соответственно, в худшем варианте 30 тысяч инвесторов останутся, да, там, и мы к этим вариантам, как бы, уже подготовлены и идем к этому, да, там, и вот у нас не только, там, ну, бизнес-план готовится, ну, и уже, скажем, задачи второго-третьего уровня, в том числе и вот эти вот элементы тестирования, да, там. И сейчас, скажем, реально оценивая ситуацию, мы видим, что при 60 тысяч инвесторах, при, там, падении среднего чека, то есть при падении количества инвесторов, при падении среднего чека АФТЕ будет стоить, там, 10 долларов, да, там, и так далее. То есть, и, соответственно, вот, отвечая на вопрос, когда же будут выводы, мы очень сами заинтересованы в том, что, почистив, вот, сделав вот такие шаги, ну, вы можете, эта информация открытая, вы можете посмотреть, сколько и кому принадлежит доля Амерфинанса, да, там, там, ну, выгоднее открыть выводы, и, соответственно, все это приведет к тому, что токен АФТЕ будет стоить 10 долларов, да, там, и я, как SEO, обладая 25% долей компании, то есть, скажем, буду обладателем 2,5 миллиарда, ну, скажем, денег в управлении на сегодняшний день гораздо меньше, да, там, и, ну, тут, как бы, если немножко, вот, логично подумать, что им самим в первую очередь открыть выводы намного выгоднее, и, ну, если вы этому не верите или, там, ну, этого не понимаете, да, там, ну, еще раз свяжитесь с вашим амбассадором, разложите, ну, вот, прям вот по полочкам всю вот эту информацию, да, там, как открытие выводов повлияет на стоимость АФТЕ, да, какие дивиденды это будет приносить, как устроен бизнес Амерфинанса, ну, и так далее и тому подобное, ну, и, соответственно, вот эти все меры сейчас воплощаются в жизнь, и думаю, что, ну, в феврале, в марте вы уже будете видеть плоды этого, плоды этих действий. Продолжение следует...